Спасибо большое, госпожа председатель. Извините, я буду докладывать на английском. К сожалению, я по-русски не говорю и по-гречески бесполезно докладывать, поэтому остановимся на английском. Я с огромным удовольствием приехал сюда, хотел поблагодарить организаторов Конгресса, с огромным удовольствием приехал в город. И что я хочу в течение ближайших 30 минут сделать? Я буду, вот, освещу вот этот весь спектр проблем. Итак, начнем с первого вопроса. Каков же показатель заболеваемости раковыми, онкологическими заболеваниями в неясной локализации? Ну, инцидентность вот таких вот онкологических заболеваний варьирует от 3 до 5 процентов. Но недавно в Европе, в Соединенных Штатах Америки снижение вот этого показателя КАП наблюдалось. Может быть, благодаря улучшению диагностики, потому что у нас есть лучшая иммуногистохемия, у нас есть профиль генной, визуализация. Кроме того, у нас есть лучший контроль. Итак, это слайд, который показывает вам снижение показателя заболеваемости вот такими онкологическими заболеваниями в различных европейских странах. Теперь посмотрим на клиническую картину. Это классическое. Мужчина молодой. У него супраклавикулярная лимфоденопатия. Это дама, леди. У него подкожные узелки. Тоже неизвестна первичная локализация. Это вот мужчина с печень, посмотрите, напичкана нафрашированными метастазами. И это молодой мужчина с бололатеральными метастазами, двухсторонними метастазами в лёгком, неизвестном первичном локализации. Второй вопрос. Какой же анамнез пациентов с локачественным образованием неясной локализации первичной? Ну, фундаментальные характеристики. Во-первых, раннее распространённое заболевание, клиническое отсутствие первичной локализации при обращении. Большинство таких апохолей очень агрессивны. И причина, и поэтому они непредсказуемы в смысле метастазирования. Наиболее важный вопрос возникает следующий. А единственная ли это первичная локализация, которую мы не знаем, или их много? И вот посмотрите на эту табличку здесь. Это гистологически. У нас есть почти 85% случаев – это аденокарцинома. 10% – плоскоклеточная карцинома. А остальные 5% – это уже различные типы локачечных новообразований. Если вы посмотрите на этот слайд, это основной слайд, собственно, моего доклада. Если его запомните, то это значит, что вы очень много что узнали, да, всё, что я хотела вам сказать. Итак, у нас есть различные гистоклиникопатологических параметров. Или, например, метастазы в основном в печени наблюдаются. Или пациенты с метастазами в лимфатические узлы, медиастинальные или ретроперитениальные. Или у нас подмышечные, или даже цервикальные поражения, или ингвенальные паховые. Но потом у нас есть пациенты с поражением перитениальной брюшной полости, перитениальная аденокарцинома, например, у женщин. Злокачественный асцит, который тоже, который не связан с папиллярной или серозной аденокарциномой. И у нас есть поражение лёгких. Это может быть метастазы лёгкие или эфузия, выпад в плевральную полость, связанную с метастазами. Кроме того, у нас есть метастазы в кости, или один, или более. У нас есть метастазы в головной мозг, тоже. И пациенты с нейроэндокринными опухолями или меланома. Ответ заключается в чём? Это не одно заболевание онкологического образования без первичного очага. Какие же исследования, методы исследования необходимо провести? Давайте посмотрим вместе, разберёмся в этом алгоритме. Итак, гистопатологическое исследование, гистохимическое, иногда с молекулярным профилем. И нам визуализация необходима. Традиционная радиология, ультрасонография, КТ, МРТ, маммография. И иногда ПЭТ, томография. Но потом к эндоскопии можно перейти. Но тут, может быть, любые эндоскопические исследования. Посмотрите. В зависимости от того, где вы подозреваете локализацию этого первичного очага. А затем мы посмотрим на гистопатологию, иммуногистохимию. И вот я вот на цитокератин и меня интересуют. СКС-17, СК-17 и 20 очень полезные. Давайте посмотрим снова на этот алгоритм. Если у нас есть пациент с алгорденоколцерномой с СК-7 и СК-20 положительные, то, вероятно, у пациента будет, скорее всего, одна из этих апохолей. Если СК-7 плюс, СК-20 минус, скорее всего, будет вот такой. Выбирайте с второго списка. Если СК-7 отрицательный, СК-20 положительный, тогда, может быть, это или колоректальный рак, или карцинома клеток Меркеля. СК-7 отрицательный, СК-20 не говорит. Вот выбирайте с четвёртого списка. Вы можете сфотографировать этот слайд, он полезный. Затем. Мы выполняем молекулярные анализы. Тогда можно уже до 80-90% практически точный диагноз поставить. Но мы об этом поговорим несколько позднее. А это эссе, которое у нас есть в коммерческом, можно на рынке купить. Итак, профиль экспрессии генов. И так, затем, опять же, эндоскопии. И теперь я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что вам вовсе не обязательно проводить эндоскопию пациента от пяток до головы. Но надо выполнять эндоскопию, у которых есть определённая симптоматика. Ну, например, лор, панэндоскопия, при шейных лимфатических узлах бронхоскопия, при радиографических признаках или симптомах. То же самое колоноскопия, проктоскопия, колпоскопия. То есть, какой урок мы извлекаем. Не надо делать эндоскопию всего организма. Надо всё-таки ориентироваться на какие-то симптомы. Итак, визуализация КТ-исследования. 40% вполне себе точно можно выявить первичный очаг. МРТ особенно для рака молочной железы, 60% точности. Но будьте очень аккуратны. ПЭТ-томография пока ещё неприемлема в качестве метода, который способен выявить первичный очаг у всех наших пациентов. Что нам необходимо? Нам нужны проспективные исследования, которые пока не проводились. Но если у пациента есть, например, рак головы шеи, локализация такой, то может помочь вот эта позитронная эмиссия, томография. Так, маркеры опухоли в сыворотке крови. Ну, у нас прогностического значения или диагностического значения, или профилактического какого-то прогностического значения они большого не имеют. Но иногда мы выполняем это, если, например, у нас пациенты попадаются с аденокарциномой, с метастазами в головном, делаем ПСА, простатспецифический антиген. Затем у мужчин с недифференцированными опухолями, вот мужчины именно, на БИИ, HCG, при опухолях печени, опять АФП, АФП, затем КА-125 у женщин с популярной аденокарциномой, СА-15-3 у женщин тоже с аденокарциномой. Теперь, что же тут за трюк такой? Основной вопрос возникает. Есть ли у нас вообще эффективные препараты для лечения рака, вот такой неопределённой локализации первичной, или только какие-то субстанции? Ответ какой? Нет, поскольку у нас нет единого заболевания, это не одна нозология, поэтому фрукты тут нужны разные, будьте осторожны. И теперь давайте вернёмся назад, в 2003 год, и первая статья, которую мы напечатали вместе с друзьями из Соединённых Штатов, и мы выявили в то время, что вот это на две группы разбивается это заболевание, группа с хорошим прогнозом и группа с прогнозом пессима. Давайте начнём с подгруппы хорошего прогноза, который, к счастью, имейте это в виду, всего 20% этого контингента больных. Теперь эти пациенты с такой вот благоприятной подгруппой пациентов, женщин с данной карциномой, с поражением мышечных лимфатических узлов, женщина с популярной данной карциномой брюшной полости, плоскоклеточная карцинома с повлечением, опять же, шейных лимфатических узлов, абдоминальной полости, брюшной полости, низкодифференцированные нейроэндокринные карциномы и, собственно, почечно-клеточная карцинома, и мужчина с бластными метастазами в кость. Ну и вот все эти пациенты, да, и пациенты с небольшими потенциально резоцируемыми опухолями. Итак, первая подгруппа женщин с оккультной первичной карциномой молочной железы, которые с аденокарциномой, ну, в основном, в основном, это дуктальная аденокарцинома, 40% ERPR, подолжительная, 30% ERPR2, средний возраст, 52 года, 66% по сменопаузальной женщины. Вам необходимо лечить этих пациентов, как пациентов на раку молочной железы второй стадии. И они, в данном случае, если метастазы отдалённые, очень редко, менее 2%, в пятилетней выживаемость 72%. Теперь давайте перейдём к второй подгруппе пациентов, пациенты с первичной перитениальной аденокарциномой, которые могут иметь, вот тут могут быть пациенты. У них, они очень похожи на презентации в средний возраст, 60 лет, гистопатология. Сирозная или популярная аденокарцинома – это не прозрачно-клеточные. И так, сывороточные маркёры, часто повышенные, пациенты тоже, эти уже получают лечение, как пациенты с раком яичников третьей-четвёртой стадии. Ответ на лечение 80% в выживании где-то сколько-то месяцев. Теперь немного, вам узнают, плоскоклеточная карцинома. Плоскоклеточная карцинома. Итак, обычно это локализация голова-шеи, возраст 60 лет, исследование на выявление первичного очага, вилатеральная танзиолоктомия, ПЭТ-сканирование. Если у вас есть заболевание Н1 и Н2 без прорастания капсуле, то хирургическое вмешательство показано с хорошими литерами. Если более 2 стадии, 2 Н, то и с прорастанием капсулы, тогда поста терапия, химиотерапия, лочевая терапия. И если тут имеется положительное на вирус папилломы человека, то тогда прогноз лучше. Но лечим мы их примерно так же, как плоскоклеточная карцинома. А теперь мы перейдём к обсуждению недавно опубликованной подгруппы. Это абдоминальная плоскоклеточная карцинома. Пока у нас только 25 случаев описано. Пациенты с заболеванием, локализацией заболеваний в брюшной позиции, в забрюшинном пространстве, в малом тазу, симптомы с абдоминальной болью, затем это может быть азопоры, логалищное кровотечение, тромбоз нижних колечностей. Если у вас пациенты с плоскоклеточной карциномой вне брюшной полости, то, наверное, прогноз их будет лучше. Так, лечение нейроэндокринных локализований с неизвестной локализацией. Так, 515 пациентов, химиотерапия, 65% получили лечение, частота ответа 50-60%. Но у нас есть уже долгосрочное выживание. В среднем это 15,5 месяцев. Кроме того, опять же, вот карцинома с неизвестным первичным очагом по гистологии клеток Меркеля. Стадия 3-я Б, неизвестная этиология, когда она примерно так себя и ведёт. Я уже упоминала эту подгруппу пациентов. Аденокарцинома с профилем толстой кишки. И так тут нужно выполнять иммуногистохимические исследования. ЦК-220+, ЦК-7-, СДХ-2-. Посмотрите на профиль этих пациентов. Посмотрите, абдоминальные лимфатические узлы, заболевания, потражение печени, асцит, поражение брюшет. Надо лечить как колоректальный рак. Результаты. Вот примерно при таких же 50% ответа на лечение, среднее выживание времени, 21-37 месяцев. Будьте осторожны. И не пропустите это заболевание. И опять же у нас есть ренально-клеточная, почечно-клеточная карцинома. Опять же иммуногистохимия и гистопатология. И лечим как рак почки. Вы получите ответ на лечение в 40-50% при среднем безрецидивное выживание в 8,5 месяцев. А теперь я перейду к обсуждению группы плохого прогноза и неблагоприятных условий. Это 80% всех пациентов с синдромом КАП. Это 80% неблагоприятных пациентов. Мезостатическая карцинома, пентостазы в печени, другие органы, непопулярный, злокачный асцит. Если, посмотрите, мы сведём воедино эту выборку. Итак, ответ на лечение менее 20% средняя выживаемость 5,5 месяцев. Этот регистр из университета итальянского, он очень полезен. Смотрите, пациентов в каком количестве, без метастаза 45 347 и почти 17 тысяч пациентов с КАПом 1743. Итак, без первичного очага леченные по сравнению с нелеченными 19 месяцев или 2,2 месяцев. Пациенты КАП леченные по сравнению с нелеченными 3,6 по сравнению с одним месяцем. Примерно то же самое. Общая средняя выживаемость, известная по сравнению с КАП 11,9-1,9. Десятикратная разница. А это исследование, которое было опубликовано в 2015 году в журнале «Онкология», клинической онкологии, которое описывает химиотерапию и другие терапевтические подходы. В зависимости от иммуногистохимии и, кроме того, средняя выживаемость 12,5 месяцев. Это не так, чтобы важно, но это кривые выживаемости. Имейте в виду, что это исследование наряду с предыдущим показывает некоторые преимущества улучшенное выживание. Если вы лечите пациентов, назначаете специфическое лечение, но имейте в виду, что вот эти две статьи не описывают рандомизированные, контролируемые, проспективные исследования. Это не оно. Так что для того, чтобы сказать всем вам, что нам нужно, что мы можем лечить вот этот контингент пациентов достаточно хорошо, что нам нужны вот такие вот исследования, которые, в общем-то, проводятся уже, они проспективные, рандомизированные. Лечение платин, к химиотерапии на основе платин, и иммунотерапия назначаются, в частности, специфические лечения. К сожалению, несколько недель назад вот то же самое в журнале «Клиническая онкология» было опубликовано, вот результаты такого исследования, второй фазы. «Карбопластин паклитоксел» у пациентов «СКАП». Это МУСАКО в Японии описало. И так выживание, конечная первичная точка, годичное выживание 130 пациентов, но никаких различий статистических не было найдено различий по сравнению между специфическим и эмпирическим лечением. Итак, давайте посмотрим то же самое клиническое, практическое руководство НСЦН. И здесь вы видите, патонатомы и онкологи вообще должны сотрудничать и использовать с большим смыслом имеющиеся возможности для того, чтобы улучшить исходы лечения пациентов. Так, таргетная терапия. Если вы меня спросите, например, геномное изменение у больных «СКАП», ну вот у нас тоже пациенты с клинически значимыми мутациями. У 85% наших пациентов с «СКАП» были клинически значимые мутации. Однако, когда на сегодняшний день, что у нас есть в отношении моноклональных антител или ингибиторов, ну, у нас какие-то отдельные пациенты имеются. И вот я упоминаю тут два исследования, которые на настоящее время проводятся. Может быть, мы что-то почерпнем из них. А теперь разрешите мне задать вам три вопроса и поднимитесь в руки. Итак, критически важные вопросы по диагностике и терапии. Использование молекулярной диагностики. Первый вопрос. Действительно ли молекулярные исследования повышают точность выявления первичной локализации? Кто считает, что молекулярная диагностика улучшает точность? Ну, ручку поднимите. Да, действительно. Эта информация, да. Вполне себе. Вопрос номер два. Являет ли молекулярный профиль, помогает ли молекулярный профиль использовать, утилизировать таргетную терапию? Да или нет? Ручку поднимите. Да? Да. А теперь вопрос номер три. Является ли выявление первичного очага? Улучшает ли выявление? Да, улучшение показателя выживаемости? Вероятно, нет пока что. Но мы пока ещё и толком не знаем. Но это очень важные основополагающие вопросы. И я закончу свой доклад. Я вам покажу алгоритм введения. Итак, пациенты с метацизирующей карциному, и этот диагноз поставлен гистопатологически, первым этапом является что? Исследование, то есть поиск первичной локализации, клиническое обследование, использование расширенной панели моногиста, химии, визуализацию эндоскопии. Если нет, тогда второй этап. Исключите потенциальные, курабельные опухоли. Ну, какие, например? Например, рак молочной железы, герминальных клеток, опухоли герминальных клеток. Теперь третий этап. Мы должны характеризовать конкретную патологию клинин. А затем лечить наших пациентов или тех, которые имеют благоприятный прогноз, и тех, которые имеют неблагоприятный прогноз. Использовать различные методы лечения, иногда палеотивную помощь, даже несмотря на то, что нет гарантии, что вы поможете пациентам. И тут я хочу вас поблагодарить за ваше внимание. Прекрасную лекцию. Пожалуйста, у нас есть возможность задать один вопрос. Большое спасибо за прекрасный доклад. У меня два коротких вопроса. Первый. Вы упоминали, что первый этап всё-таки это поиск первичного очага. Это несколько противоречиво, потому что у вас уже есть метастазы. Как, собственно, как вот этот поиск первичного очага может помочь пациентам с метастазами? И сколько времени вы можете ждать в этом поиске, прежде чем вы начнёте лечить так или иначе имеющийся метастаз? Дайте мне, пожалуйста, ответить на первый вопрос. Посмотрите на определение. Вот кап пациента. Это определение. Это пациенты с метастазами различной локализации. Вы проводите рутинное тестирование для выявления первичного очага. А затем, если в этом только у вас появляется право именно поставить такой диагноз, кап пациента, и надо у вас съесть там первый этап, иначе вам диагноз не поставят. Ну, пациентам тоже интересно, рак, а где рак, какой орган? Они же тоже зададут этот вопрос. Есть ещё один подвопрос, который вы мне задали. Сколько времени вообще занимает этот поиск, поиск первичного очага? Я бы сказал, что вам не надо держать пациента в стационаре. Всё это можно сделать на амбулаторной основе. И вы должны следовать руководствам, рекомендации, которые я вам дал. Нет, я вообще не говорила про стационарных, амбулаторных больных. Просто сколько времени мы ищем этот первичный очаг у пациентов с метастазом. Две недели максимум. За две недели вы должны провести самые такие базовые тесты. И второе. Ещё один. Если в случаях, когда совсем не было первичной опухоли, не могли найти, может быть, не стоит ли предположить, что это в локачестве, то, может быть, это подгруппа раковых больных. Просто это, может быть, научное какое-то, не знаю, философское это мнение. А может, там вообще опухоли нет, а так метастазы. Очень философский вопрос. Ну, как сказать. И я всегда так говорю. Если у меня есть пациент молодой, моложе 40, не дифференцированная опухоль, я буду выполнять исследования генов. Это очень важно. А если 80-летний пациент с несколькими метастазами, ну, зачем? Это не так важно. Да зачем деньги тратить на, например, исследование генов? Потому что там про лечение это ничего не скажет. Итак, если вы хотите более точно диагностировать, то, да, если молодые пациенты, пожалуйста, вы обязаны исследовать гены. А если пациент пожилой, то лечить можно эмпирически. Я ответила на ваш вопрос? Да, спасибо. Ещё есть вопросы. А возможно, я задал бы вопрос. Биология этого процесса меня интересует. Вот все эти опухоли с неизвестной первичной локализацией, там же очень интересные биологические характеристики, они отличаются от других типов опухоли. Они обычно очень маленькие, просто невозможно выявить. И с метастатическим распространением. Обычно это массивный метастат. А как вы понимаете механизмы этого процесса? Ключевой вопрос, конечно, для меня это метастатический процесс. Я попытаюсь ответить. У нас в нашей отделении мы стараемся проводить большинство чтобы ответить на ваши вопросы в нашем отделении проводится молекулярная диагностика, молекулярно-генетические исследования. Ваш вопрос. Надо перефразировать. Есть ли у нас какие-то сигнатуры генетические таких пациентов? Да, мы пытались и многие пытались найти эти сигнатуры. Но генетические сигнатуры у пациентов капнету. да, интересно, какое наблюдение. Есть 3-4 гипотезы, но у нас нет времени обсуждать эти гипотезы. генетические